Этот дом, вероятно, построен в середине 19 века, а потом уже чуточку изменен. Вот эта часть называется отелье. Здесь немного требуются доработки. Каждый дом в Уфе имеет неповторимый узор наличников. Вы не найдете двух одинаковых. Нет, это не экскурсия по центру Уфы. Хотя Владимир Захаров об истории города может рассказать многое. Например, дом номер 48 по улице Гоголя когда-то принадлежал купцам Кобяковым. Это первая встреча волонтеров, и они тут же начали планировать фронт работ. Здесь был солярный знак, как на многих домах, такая розеточка в виде солнышка. Тоже нужно сделать. Вот те элементы, которые маленькие, они делаются, в общем-то, с маленькими затратами. А вот то, что касается наличников, там дверей, это уже большие финансовые затраты. Фестиваль восстановления исторической среды Томсуэрфест впервые прошел в Самаре в 2015 году. Обычные жители, не ожидая властей, решили взять ответственность за историю своего города. Инициативу поддержали уже более 20 городов. В Казани, Оренбург, Тюмень волонтеры восстановили 58 домов. Уфимка Мария Тарасенко решила организовать его и в родном городе. Когда мы гуляем с иностранцами по городу, они не фотографируют конгресс-холл или новые гостиницы. Они фотографируют резные наличники, фотографируют наши старые дома, потому что у них такого нет. Для них это что-то необычное. А мы это не всегда оценим. Мы начали всего полтора недели назад, но уже откликнулось большое количество волонтеров. Появляется просто вера в людей. Волонтеры будут восстанавливать здания, которые не идут под снос и не являются памятниками культуры. Жители также должны дать свое согласие. Фестиваль начнется с дома, в котором когда-то жил главный ветеринарный врач Уфы Николай Рябинин. Уже судя по дому номер 24 на улице Гоголя, можно сказать, что цвет настроения уфимских властей серый. А так выглядел дом до покраски. Волонтеры считают, что это и есть его исторический цвет. Мы думаем, что это была мореная доска. По фотографии подобрали узор на Ачели. Подобных аналогов Уфи нет. Не сохранилось вот именно таких наличников. Сейчас идет поиск спонсоров, чтобы приобрести инструменты, краски, а также восстановить деревянные элементы. Волонтеры уже познакомились между собой и скоро приступят к работе. Опыт, во-первых, для нас. А во-вторых, это проявление любви к своему городу. Старинная среда, вот эти красивые дома. То, что создать невозможно, можно только сохранить. Вот если мы это утратим, это уже мы никак не восстановим. Верю, что активисты, может быть, часто мечтатели и безумцы, на взгляд простых обывателей, могут сдвинуть горы, если они захотят, и действительно объединяться для общего дела. Я хочу, чтобы мой ребенок понимал, почему я люблю свой город. Том Сойерфес будет проходить в Уфе все лето. Если жители поддержат, то волонтеры смогут отреставрировать несколько домов. К проекту может присоединиться любой желающий. Алина Гребешкова, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.